Девушки отдыхают Давайте, недоросли, шевелитесь Черт, это мой отец Он хороший парень Он злится только тогда, когда мистер Супи не хочет ставить меня в игру Это мистер Супи Он наш тренер Раньше он тоже играл в футбол Должно быть, это было очень давно Потому что, по словам моего отца, это было еще до изобретения футбольных шлемов Понимаете, я люблю играть Просто иногда перед такой толпой болельщиков я теряюсь Иди сюда Иди туда и позаботься о том, чтобы Билли сменился Билли, иди отсюда Хорошо, это Дак Он мой лучший друг Мистер Супи говорит, что когда-нибудь он будет играть с профессионалами Раз, два, три Приготовились на старт, внимание, марш Послушайте, я не дурачок Просто я забыл, в какую сторону бежать, вот и все В другую сторону, в другую сторону В другую сторону, дурачок Давай, детка, беги Счастье, мой лучший друг Дак прошел Счастье, мой лучший друг Я заплачу за все А ну заткнитесь Кенни, иди сюда Ты герой, заказывай первым Это был мой большой шанс на то, чтобы показать свою крутизну Коктейли Я возьму большое самоубийство Самоубийство это всевозможная мякоть, смешанная в одном стакане на вкус Очень похоже на глину Как твое самоубийство Отличное Я потом сойду к тебе, поработаем над скартам До скорого, пока Иногда я совершаю очень глупые поступки Например, проезжаю по улице мимо Джонни Хоффмана В одиночку Понимаете, каждый раз, как я натыкаюсь на Джонни Он заставляет меня платить ему Может быть, он не заметит меня? Эй, ты куда это? Привет, Джонни Я не видел тебя А ну живо сюда Как дела, Джонни? У тебя есть для меня деньги? Я забыл их Ну, завтра заплатишь мне в два раза больше Ты отлично играл, Кенни Да Что случилось с твоей майкой? Джонни Хоффман столкнул меня с велосипеда Почему? Потому что мне не было денег Ну, а что, ты должен ему деньги? Нет Ну, наверное, да За что? За защиту Деньги за защиту? Ты шутишь? Нет Я, Шерман, и еще пара ребят должны платить ему деньги за защиту А от чего он вас защищает? Я не знаю Это же нелепо Ты должен усвоить, что это свободная страна И ты должен отстаивать свои права И когда кто-то толкает тебя, ты должен толкнуть его в ответ Да, но он довольно крупный И злой Кто этот парень? Джонни Хоффман Это он столкнул маленького Сэмми Митчелла с крыши и тут сломал ногу Говорят, что если он и дальше будет влезать неприятности, он вернется в исправительную школу Кен Ты должен кое-что понять В своей жизни ты встретишь хулиганов и покрупнее Джонни Хоффмана Да? Да И хочешь, я скажу тебе кое-что? Все хулиганы глубоко внутри себя трусы Дашь им по морде и они убегут домой в слезах Ты уверен? Мы с другом уже почти две недели мастерим гоночный автомобиль Мы очень стараемся, потому что мой отец позволит нам участвовать в гонках мыльниц в центре города Кто это? Кто это? Это я Это Шерман А что это вы делаете? Гонку делаем, не трогай Шерман, тупой мелкий парень, который живет через улицу, он постоянно бегает за нами Стоит ему до чего-нибудь дотронуться, как эта вещь сразу ломается А для чего? Мы съедем на ней с холма аэроплейн Кенни, дай-ка мне этот канат Упс Шерман Шерман Вы меня не поймаете Черт На расстоянии до 25 метров комки земли, которые кидаем мы с Дагом, смертельны Эй, вау Что это? Смотри Работает? Не знаю Шерман Шерман Что? У меня есть кое-что для тебя Да вы в меня опять землей кидаться будете Нет, правда, Шерман, у меня есть для тебя конфетка Правда? Да Иди сюда, возьми Точно Да ты иди сюда Давай Хорошо, сокрой глаза и засунь сюда свою руку Здесь нет конфетки Какой идиот Какой идиот Ты, иди сюда Даг Даг Очень смелый Мне было страшно, а ведь отец Шермана даже и не обращался ко мне Ему очень нравится вести себя со всякими родителями круто Что вам нужно? Это из-за тебя палец Шермана попал в мышеловку? Без комментариев Хорошо, Шерман, я хочу, чтобы ты ударил его со всей силы А ты? Не шевелись То есть я могу ударить его со всей силы, а он не даст мне сдачи? Точно? Можешь рассчитывать на это А ты лучше не шевели ни единым мускулом Потом он сказал мне, что было очень больно Это было совсем не больно Знаете, иногда идеи оказываются в реальности не такими хорошими, как в планах Поехали А pont Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ты куда идешь? Домой Я тоже Кто это? Это мистер Бринг У него больное сердце Мой отец говорит, что он должен был умереть, но он выжил Он никогда не говорит, всегда молчит Просто стоит и смотрит на всех Но черт, мне он кажется очень хорошим человеком А по-моему он сумасшедший Он хороший парень Я тебе покажу, кто сумасшедший Это вот она в окне Миссис Уокер? Ага, она сумасшедшая Пит рассказал нам, что у нее рядом с кроватью стоит ружье Заряженное каменной солью И если она поймает тебя, то обязательно выстрелит А ты знаешь, на что способна каменная соль? На что? Тебе соль когда-нибудь попадала в рану? Да, так жжется Да, но а как бы тебе понравилось, если бы тебе в задницу встали Большой кусок соли Так говорит, что в Хэллоуин мы будем бегать по ее дому Привет, мам Как дела в школе? Мы с Дагом уже почти закончили медвежью маску Мы с Дагом А, да Я выведу Боба на травку Только осторожнее Что-то в последнее время ему не здоровится Пошли, друг На свежем воздухе тебе станет получше Привет, Боб Господи, какие огромные облака Знаешь, я уверен Если удастся измерить величину одного из этих огромных облаков Можно будет узнать, насколько велико небо Ага Пошли к Малышу Рою Да Малыш Рой Привет, ребят Как дела? Хорошо Сколько ты сегодня поднимаешь? 158 Привет, Кенни Привет, Кенни Как тебе моя тыква? Очень похоже на папу Подожди, увидишь, на кого будет похожа моя, когда я ее закончу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Привет, напарник Привет, напарник Одежду принес? Да, она в гараже Пошли Мы с Дагом действительно хотим блеснуть в Хеллоуин До которого осталось всего три дня И вот мы начали опробовать одну идею Как мы назовем его? Отис Отис Погоди Стой 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 Господи, Боже Марта, это же человек. Джордж, не раздави ему голову. Отлично. А вот едет еще одна. Боже мой, я переехал его. Это же просто кукла. Убирайся с дороги, чертов пьяница. Ты видел этого, придурка? Отличная идея. А вот едет еще одна. А вот едет еще одна. Боже мой. Зачем кому-то мог понадобиться Отис? Это же шляпа моего отца. Пошли. Этот гараж. Мотор горячий. Это все. Пришли. Там кто-то есть? Там кто-то есть? У вас наша кукла, отдайте нам ее. Я же говорил вам, что он смелый. Лучше убирайся отсюда, иначе я позову своего мужа. Что мы могли сделать? Что мы могли сделать? Да для чего я и на шутис? Что будем делать? Подождем до Хэллоуина. Мы с вами разберемся. Да, подождем до Хэллоуина. Мы вам задницу надерем. Вы двое. Стойте на месте. Ребята, чем вы занимались? О! Ничем. О, Боже. Сегодня я скажу Марсе, что она мне очень нравится. А что если я ей тоже нравлюсь? Боже, вот это будет здорово. Остепенюсь с Марсе. Жизнь мне пойдет как по маслу. А что если я ей не нравлюсь? Привет. Привет. Вон Марси. Иди, сядь. Сядь с ней, пообедайте вместе. С девчонками? Ну, она смотрит на тебя. Правда? Черт, не делай так. Ты меня так перепугал. Этот падвал. Шоколад. Что он за фокусы выкидывает? Нужно тебе задницу ему надрать. Я вызвал его на драку в прошлом году. Мы должны были драться переулки, но он так и не появился. Эй, Марси смотрит на тебя. Нет, не смотрит. Правда смотрит, гляди. Боже, за обедом мне выпал винт. Великий Шанси, я упустил его. Марси вышла из кафетерии, а я просто стоял там. Она смотрела на меня и улыбалась, а я ничего не сделал. Определенно, я тупица. Я должен выбраться отсюда. Мистер Донван, можно мне в уборную? Конечно, Кенни. Ох, как здорово быть не в классе. Пожалуй, буду подглядывать за Шерманом. Странно. Я не вижу Шермана. Может быть, он заболел? Окрашенным. Кенни. Ох, как здорово быть не в классе. Ох, как здорово быть не в классе. О нет. Я стоял у скамейки, и какой-то парень толкнул меня на нее. Ох, Шерман. Мистер Ди всегда на переменах играет с нами в футбол. Он здорово играет. Он берет в свою команду всех лентяев, и все равно в проигравшую все равно ходим мы. Ладно, хорошо, давайте проявим энтузиазм. Падвал, ну соберись же, а? Приготовились. И раз, и два. Я тебя поймал. Нет. Эй, слезь с моей головы. Да что вы все на меня залезли. Слезь. Черт. Должно быть, Шерман потерял свои деньги. Я знаю, папа говорил, что нужно отстаивать свои права, но... А как же права других людей? Я знаю то, что они навалились на Шермана двое, но одного несправедливо, но... Стоит ли рисковать свои шеи ради глупого Шермана? Хотя папа прав. Я не могу просто отвернуться от него. Может быть, если я хорошенько дам падвал, Джонни Коффман испугается. Эй, падвал! Шерман! Шерман! У тебя сегодня опять были с ним проблемы? Да, он бил Шермана. Папа сказал мне, что если я дам ему по носу, он убежит домой в слезах, потому что все хулиганы трусы. Папа ошибался. Дорогой, я не хочу говорить ничего против твоего папы, но иногда он увлекается идеями. Он считает, что проблемы можно решать только мордобитием. Порой он бывает прав. Но есть и другие способы решения щекотлевых ситуаций, понимаешь? Например? Подумай об этом. Ты же умнее Джонни Коффмана. А он больше, чем ты. Так что не сражайся с ним по его правилам. Сражайся по своим. Например, как? Подумай об этом. Мне нужно было надеть новые трусы. Я ненавижу этого Джонни Коффмана. Привет, Кен. Привет, Кен. Привет, пап. Привет, Шерман. Чем вы занимались? А что это ты дома так рано? Ну, через час нам надо будет уехать. Мы повезем Боба к ветеринару. Откуда ты взял это? Эта штука лежала на мусорном баке, ты тупой старуха. Смотрите, что я еще нашел. Бомбочка. Ага, спички есть? Да, я стащил их из кухни. Давай положим ее под мусорный бак. Он взорвется и улетит прямо в небеса. А Шерман на него сядет. Да, нет, я же взорвусь. Садись, не волнуйся. Ты, наверное, метра на полтора подлетел. Да, я слышал, что такая бомбочка по силе равняется четверти динамитной палочки. Динамит? Пап, а права других людей тоже нужно отстаивать? Да, думаю, нужно. Если они сами не могут защитить себя, или им нужна помощь, конечно. А что? Ну, я пытался помешать двум парням бить Шермана, и меня самого побили, а тупица Шерман отвернулся от меня. Это очень плохо. Тебе было больно? Немного. Но что я доказал? Очень многое. Ты доказал, что не боишься помогать друзьям в беде. Тупица Шерман мне не друг. Да, но он нуждался в помощи, и ты оказал ему ее? В этом мире немногие готовы вмешаться и предупредить несправедливость. Я горжусь с тобой, Кен. Кен. У нас есть еще одна проблема. Мама возила Боба к ветеринару сегодня утром. Он очень болен. Боюсь, нам придется усыпить его. Да. Да, в последнее время ему нужно много сна. Нет, я не это имел в виду. Когда ты усыпляешь кого-то, доктор делает инъекции лекарства, чтобы животное могло умереть без мучений. Умереть? Боб очень болен. Это прекратит его страдания. То есть убить Боба? Но он все равно умрет. Но это же убийство. Не будь глупеньким, Кен. Боб – пес. Да, но он может поправиться. Так ему будет лучше всего. Я не позволю вам. Послушай, Кен. Кен. У каждого есть свой срок. Я знаю, ты этого не понимаешь. Но я люблю Боба так же сильно, как и ты. Мы ничего не можем сделать. Дорогой, я думаю, тебе стоит остаться дома. Я поеду. Мы ничего не можем сделать. Когда я林анta вырез开, яrotаю сел, как ясно, ковык. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хорошо? Хорошо Сегодня отец Дага, большой Даг, расскажет нам о службе охраны Ну, служба охраны – это подразделение государственной казначейской службы Наша самая важная работа – защита президента и его семьи, будущего президента, если такой есть, и вице-президента, если он нас об этом попросит У тебя есть вопрос? Да, можно нам посмотреть на ваше оружие, пожалуйста? Конечно Конечно, вы можете рассмотреть мое оружие Наша вторая по важности задача – это обнаружение и задержание фальшивомонетчика И? Ну, хватит баловаться Итак, как я говорил Раз уж я показываю вам свою амуницию, давайте покажу вам, как работает это Мистер Суппи, вы мне не поможете? Идите сюда Вот так и работают наручники А, да, конечно Черт, должно быть, я оставил ключи на работе Кенни, Марси, можно вас на минуточку? Я хочу попросить вас об одной услуге Сегодня у нас в школе маленький гость Он не говорит по-английски Так вот, я хотел бы, чтобы вы взяли на нем шефство Поводите его по школе, познакомитесь со своими друзьями Пако? Пако? Это Кенни А это Марси Кенни и Марси покажут тебе школу и расскажут, чем мы здесь занимаемся, хорошо? Хорошо Я должен ей что-то сказать Ты из какого города, Пако? По-моему, он тебя не понимает Эй, Паку! Эй, Паку! Мы научим тебе играть в баскетбол Давай, Паку Что мне сказать? Что мне сказать? Что мне сказать? Кенни? Да? Да Я тебе нравлюсь? Ну, да, конечно Я спросила, потому что ты всегда так странно на меня смотришь Черт подери, что мне сказать? Я... мне просто нравится смотреть на тебя Почему? Ну, наверное, потому что ты мне очень нравишься О нет, ну вот ты наконец-то сделала это, она знает Ты мне тоже нравишься Ты? Правда? Угу Кидай, Пако Боже, этот парень настоящий придурок Дурок? Нет Придурок Придурок Да, правильно Придурок 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 Тебе нравится баскетбол? Придурок Боже, ну и проблемы у нас будут Придурок Ну, Пако, тебе понравилось на перемене? Придурок Придурок? Придурок? Дурок Придурок 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 Чисто? Продолжение следует... 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 Завтра я возьму ее за руку. Собака. Собака. Здравствуйте, мистер Бринг. Здравствуй. Можно задать вам вопрос, мистер Бринг? Конечно, Кенни. Что случается после смерти? Ну, я никогда не верил в загрубную жизнь. Я всегда считал, что рай человеческий находится на земле. Смерть — это конец. Поэтому каждый день я стараюсь прожить как можно лучше. Если мне суждено умереть завтра, я не буду грустить, потому что я знаю, что прожил хорошую жизнь. Кроме того, после себя я оставлю детей, а ведь они часть меня. Ты понимаешь, что я имею в виду? Ты меня понимаешь? Пытаюсь. Это все, что ты можешь сделать. Ну, увидимся. Что ты лепишь? Гранату. А больше похоже на картошку. Это замаскированная модель. Понимаешь, я не в ладах с искусством. Я не умею резать по дереву, лепить или ваять скульптуры. Но у меня хорошо получаются гранаты. Понимаешь, если в глине оставить воздушный пузырь, когда ее будут обжигать, она взорвется. Я сделаю полую гранату, замаскированную под картошку, чтобы мистер Ди ни о чем не догадался. И тогда в горне не останется ни одной целой поделки. Так что ты просто зря тратишь свое время на то, чтобы вскоре превратиться в груду черепков. Я хотел бы убить этого Джонни Хоффмана. Да, я тоже. Я хотел бы засунуть его голову в туалет и спускать в воду, пока он не утонет. Я хотел бы отрезать у него все пальцы и засунуть их ему в нос. Авария! Этот парень был мертв. Кенни, а что бывает, когда ты умираешь? Твоя жизнь заканчивается. Но если у тебя есть дети, тогда лучше. Почему? Потому что они продолжают жить после тебя, наверное. Но ты же мертв. Не знаю. А я думал, что после смерти отправляешься в рай. Не знаю. Привет, Марси. Привет, Марси. Привет, Карен. Какая у тебя красивая собака. Это ирландский седдер. На прошлой неделе мне его подарил мой дядя Фред. Знаешь, мой глупый брат все еще без ума от тебя. Правда? Сюрприз. Кенни любит Марси. Заткнитесь. Хорошо. Я все равно расскажу маме. Нет, не расскажешь. Чем ты занимаешься, Кенни? Разбираю свои пожитки. Собрался куда-то? Да, большой дак отвезет нас, чтобы мы купили подарок для Шермана. Для этого дурачка? Ты идешь на его день рождения? Да, придется. Все собираются у его бабушки. Ну, а я бы на вечеринку к этому уроду и за миллион долларов не пошла. Кенни любит Марси. А это? Забудь. Почему бы вам не купить ему баскетбольный мяч? У нее у вас совсем нет координации. А может быть это? Нет, он такой растяпа. Ну, подарите ему скейтборд. Слишком неуклюжий. Ну, значит, подарите ему бейсбольную биту. Да. Тогда он сможет защищаться от Джонни Хоффмана. А это? А давай купим ему куклу. Только не бэби бинз. А может быть мисс Бэйти Бонниус? А как насчет Фрэн? Да, она ростом больше него. Для его-то скоростной езды. А может быть этого? Ты рехнулся. Посмотри-ка на это. Бежим. Ну, ребята, веселитесь. Не забывайте о манерах и не драться. Хорошо? Да, хорошо. ПОДПИШИСЬ. 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 Где он? На заднем дворе. ПОДПИШИСЬ. 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 Делать сегодня вечером Номер один Ходите группами по три человека Или более Постарайтесь взять с собой кого-нибудь из родителей Номер два Не входите ни в чей дом Номер три Не ешьте конфеты, которые вам дали без обертки Будьте особенно осторожны За сахаренными яблоками И шариками из попкорна Потому что были случаи, когда люди клали в них лезвие И крысиный яд И еще одно объявление К сожалению, сегодня утром я обнаружил Что одна из ваших поделок взорвалась В печи для обжига Поэтому там остались только черепки Очень надеюсь на то, что моя мама отпустит меня Сегодня вечером, когда прочитает это Двойка по чистописанию Она с ума сойдет Боже, надеюсь, мистер Донован не исключит меня За неуспеваемость У тебя есть для меня деньги? Привет, Джонни, я тебя не видел У тебя есть для меня деньги? У меня только 25 центов Покажи Спасибо за субтитры Джонни, сегодня опять до тебя добрался Да Но я все продумал Нужно быть умнее Понимаешь, если у тебя нет мускулов Нужно пользоваться мозгами Да, ну а у Шермана и их нет Так что же ему делать? Еще два часа Я не могу ждать так долго Твой костюм уже готов? Я уже дважды его примерял Так ты нам скажешь, что это? Нет, это секрет Увидите Да, но с нами ты не пойдешь Нет, пойду Пожалуйста Шерман Ты ботинки перепутал Черт, я всегда забываю Я знаю, чем мы могли бы заняться до темноты Это телефонный трюк Шерман, принеси магнитофон твоего отца Ты хочешь идти каледовать с нами или нет? Это было здорово, Дак У тебя голос очень похож на взрослый Теперь идите к раковине Шерман, принеси с холодильника яблоко Хорошо Хорошо Когда я укажу на тебя, Шерман, ори в микрофон, что есть мочи Хорошо Давай Алло Прослушайте запись Говорит мистер Стивенс из телефонной компании В течение следующих пяти минут мы будем работать с вашей телефонной линией Пожалуйста, не подходите к телефону, когда он зазвонит Если вы снимете трубку, мы подвергнемся сильному электрическому удару на нашем конце линии Что может причинить ущерб нашим рабочим Спасибо за сотрудничество Вы слушали запись Перезвони им Нет, дадим им минуту Давай Хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Пингвин Ребята, держитесь подальше от неприятностей Мы пришли Боже мой, кто у нас здесь? Охотник Пингвин И свинья? Я медведь Леденцы Мэм, а вы не дадите нам еще Мой брат заболел, он сидит дома Не смог сегодня пойти с нами Ну, конечно Спасибо У тебя брат заболел? Ты что, шутишь? Мы пришли Мы пришли Спасибо Шарики из попкорна? Смотрите Это Джонни Хоффман и падвал Пошли отсюда Давайте посмотрим Дак Дак, ты захватил с собой пульки? Конечно Заряжай Хорошо Что они делают? Старый подлый хулиганский трюк Понимаешь, они набили мешок с собачьими какашками И теперь положь этого кому-нибудь на крыльцо Подожгут и позвонят в дверь И когда парень откроет дверь, то наступит прямо туда Сколько раз качнуть? А ты как думаешь? Ну, один раз жалит Три раза кусает Пять раз поцарапает кожу Четыре Пять раз поцарапает А вон ребята, которые украли Уотиса Да, пошли Мы пришли КОНЕЦ Смотрите, это же Уотис Давайте заберем его Мне не нравится это место Пошли отсюда КОНЕЦ Не стреляй Оно не заряжено Ну так заряди Сколько раз качнуть? Десять Кенни, Даг Кенни, Даг Кенни, Даг Шерман, сюда Давай О, черт Кенни, Даг Проклятый ребенок Хороший выстрел А я думал, что тебе конец Да, но ты выстрелил ему прямо в задницу Мы пришли Мы пришли О, боже Кто у нас здесь? Кто ты, молодой человек? Я охотник Ты охотник? Ну, вот тебе конфетка А какой из тебя получился замечательный пингвиненок? Вот и тебе конфетка А что получит эта маленькая свинка? Я медведь Ты медведь? Ой, прости, дорогой Прости меня, пожалуйста Мэм А вы не дадите мне еще одну? Мой брат заболел и не смог пойти сегодня с нами Проваливайте отсюда Очень хорошо, Шерман Кажется, мне уже расхотелось калядовать Ну, нам нужно сделать еще кое-что Вот что Дом Миссис Уокер? Сумасшедшей старухи? Ага Мы побегаем по нему Нет, ни за что Давай Давай Сумасшедшей старухи Открыто Пошли Миссис Уокер Миссис Уокер Миссис Уокер Пошли отсюда Что это? Что это? Должно быть пепельница Миссис Уокер 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 И что было потом? Она выстрелила из своего ружья Чуть не разнесла Кенни башку Наверное, и показала, что свинья была настоящей И тогда мы убежали Оттуда быстрее молнии Это было очень смешно Что ты сделал вчера Дженни Хоппу Нам после школы Он с тобой разберется Удачи А вот теперь у тебя проблемы Да, мой брат говорит, что все девчонки одинаковые Будешь что-нибудь есть? Нет? Хочешь яблоко? Давай Они двуличные Они будут обманывать и предавать тебя при любой возможности Я тебя понимаю Что будем делать с Дженни Хоффманом? Может быть, мы соберемся всей нашей спортивной командой Набьем ему морду? Но его все боятся? Да Я думаю, нам нужно разработать план Хорошо Я должен разобраться с ним с помощью своих мозгов Пошли за Шерманом Я выиграл Шерман Привет Почему ты все время играешь в эти девчоночьи классики? Потому что у меня это хорошо получается Слушай, мне нужна твоя помощь Сегодня после школы со мной будет разбираться Джонни Хоффман Нет, ни за что забудь об этом Вот 10 центов, не потеряй их Я полагаюсь на тебя Я украл это из его парты Джонни сейчас там Джонни сейчас там И он уже готов намылить тебе башку Сейчас будет драка Привет, Джонни Привет, Джонни rh Fortе кажется, я хорошо Но это мир Ее Термина Работает А Джонни Р synd Привет, Джонни Термина meno А у Ой! Соедините меня с полицией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Миссис Уокер Миссис Уокер Что здесь происходит? Офицер! Джонни Хоффман привязал дверь дома Миссис Уокер Чтобы она не открылась. Сейчас избивает ее. Мы займемся этим. Миссис Уокер 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 КОНЕЦ 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 Оператор и монтажер Дон Каскарелли. Костюмы Синди Каскарелли. Художник-постановщик С.Т. Каскарелли. Композитор Фред Майроу. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...